Привет, ребята! Чао тутти! У нас сегодня дождливая погода, в доме очень темно, даже если я включаю свет, все равно освещение очень такое темное для видео. Поэтому я уже собралась, выпила свой кофе и собираюсь ехать опять снова в торговый центр в Чентрюкоммерчале. Почему? Потому что, вы знаете, я не так часто езжу, в принципе, но просто так совпало, что в декабре у нас очень близко расположены дни рождения с мужем, за ним следует уже приготовление к Рождеству, то есть надо думать про подарки. У моей мамы день рождения 17 декабря, поэтому как бы получается, что в декабре я часто бываю в Чентрюкоммерчале, в торговом центре, в поисках вечных подарков. Так, в основном в Риме, в принципе, как бы мои любимые направления торговых центров это Ромаэ Рудуэ или Аутлет Кастел Роману. Я думаю, что кто живет в Италии, много слышали о нем, и в принципе, как в принципе ездить за подарками или за вещами, конечно же, лучше выбрать этот Аутлет. Во-первых, потому что цены будут более привлекательные, можно что-то найти из старых коллекций по привлекательным ценам. Но сегодня мне не получится туда поехать, потому что еще утро, и в принципе недалеко от меня, где-то в 10-11 километров от моего дома, но в утреннее время из-за сильного трафика, из-за сильных пробок я могу простоять где-то 40 минут, час в дороге. Поэтому точно так же Ромаэ Рудуэ, это тоже находится в сторону центра, и поэтому, знаете, мне не хотелось бы терять час времени, просто стоя в пробке. Поэтому я снова поеду в торговый центр «Довинчи». Рядом, как я вам уже показывала, есть «Вау Сент», «Шоппинг Сентр». Он поменялся владелец, он раньше тоже назывался «Парк Леонардо». Сейчас он называется «Вау Сент», «Вау Шоппинг Сентр». Я поеду в «Довинчи», я хочу заскочить в «H&M». Вы знаете, ну я в прошлый раз не получилось у меня, может быть, снять более подробно, потому что у меня была буквально домашняя кофточка, и больше ничего там не интересовало в тот момент. Сейчас я постараюсь снять вам побольше «H&M». Вы знаете почему? Потому что я уже говорила когда-то вам в предыдущих видео, что мы с мужем жили три года в Абу-Даби, и в Абу-Даби я тоже часто ходила в «H&M». Такой масса, достаточно экономичный магазин, где можно найти все, что нужно, от сутболочки до маечки и до платья. Платье, джинсы, куртки, все. Но все-таки в разных странах предоставлена разная продукция. Ну и даже, мне кажется, размеры немножко отличаются. В Италии однозначно, особенно в декабре, очень много присутствует всевозможной одежды с пайетками. Ну, наверное, потому что итальянки, особенно женщины-итальянки, на праздник любят выглядеть ярко, любят выглядеть блестяще, чтобы все мерцало и светилось. Поэтому я нигде не видела ни в какой стране мира, чтобы столько было платьев с пайетками. Ну, мне надо будет посмотреть что-то похожее, потому что 17 декабря у друга моего мужа будет день рождения. Он у нас был на день рождения у моего мужа. Ему очень понравилась идея с вечеринкой на тему. И он тоже как бы поставил условие, что гости, которых он пригласил, должны будут одеваться по теме казино-рояль. Ну, посмотрим, что я смогу выбрать, что я смогу найти. Онлайн, конечно, много чего я видела. Я, наверное, все-таки еще старой школы. То есть я кое-что заказываю себе онлайн. И я знаю, что в Италии даже среди итальянок очень популярно, знаете, заказывать на Амазоне или на Шейн, на Шейн-сайте, или Тэму сейчас появился новый сайт китайский. Но вы знаете, я все-таки старой школы. Я помню еще, знаете, в Sex and the City когда-то Керри Брэдшоу говорила «Shopping is my cardio». Ну, вот я как бы выйти, развеяться, посмотреть, потрогать, примерять, все-таки для меня это важно. То есть я получаю все-таки больше удовольствия от покупки, если я ее померила, если я присмотрелась, подумала, оценила, чем если я просто выбрала картинку в интернете и заказала. Так что поэтому поедем, посмотрим. Может быть, мне повезет, и я что-то выберу. Вот такие новости. Поехали! Все, приехали. Что-то я сегодня очень тепло оделась. Несмотря на то, что пасмурно и моросит дождь, но на улице 17 градусов. И Аби. Ребята, я сегодня в него не зайду, но я обязательно с вами сюда схожу. Приезжала сюда моя подружка. Это очень такой масс-медиа магазин. Тут очень много всего. И для детей, и для женщин, и для мужчин. Такой чем-то похожий на H&M. Даже цены немножко ниже. H&M немножко подорожало. Кяби. Цены немножко ниже. Но тоже, знаете, все нужно. От пижамы, футболочки, для до курточки и джинс. Все можно найти здесь. Но не сегодня. Наверное, в другой день я сюда заеду. Собачки пришли на шопинг. Клейтон тоже сегодня пропускаю. Потому что мне сегодня он не нужен. Мы идем, как я вам уже сказала, сегодня первым делом в H&M. Все прячутся немножко под козырьком, потому что дождь не сильный. Но все-таки немного морозит. Так что, видите, люди стараются прогуливаться под козырьком. На секундочку, посмотрите, пожалуйста, Яма-Май. Здесь красный. Потому что итальянцы на Новый год должны обязательно что-то надеть красное. Они почему-то верят, что красный цвет им принесет удачу в Новом году. Так что, витрина красная. ЧНТ тоже очень похож на H&M магазин. Но почему-то мне он как-то меньше нравится. Рождественские домики. ЧНТ, мне кажется, больше для людей старшего возраста, наверное. H&M. Украшения рождественские. Чтобы привлекать людей, приходите, покупайте подарки. Что-то пищит. Все время, где какой магазин не прохожу, что-то сзади все время пищало. Так, ну что. Проходим и заходим, да, ребят? Убрали пайетки впереди, но сейчас все равно увидите, их будет очень много. Шубка такая. Не очень. Это все какое-то темное, серое. Сумочка такая. Вот пиджачок такой, неплохой. 59 евро. В составе шерсти он очень теплый. Так, проходим дальше. Ищем какие-то отделения с вечерними платьями, наверное, эти кофточки. У меня их полно, если честно. Блестяшки пошли. Пайетки. Как я вам говорила уже. Брюки такие. Ну, я не знаю. Мне некомфортно в такой одежде. Вот платье все блестит. Все мерцает и блестит. Не знаю. 155 евро. Мне кажется, за такую сумму можно найти и не из H&M. тогда уже шаг. Ити ряд блестящего всего. Эти кофточки висят каждый год здесь. Заходим. Золотое мерцание. Вот еще собака пришла пошопиться. Они вообще, все итальянцы такие animal friendly. Смотрите, вот такая кофточка. Красивая, конечно, блестит красиво. Но она совсем открытая. Совсем плечи открытые. Так, первый вариант. Ну, такое платье свободное совсем. Я взяла M, но, наверное, все-таки мне нужна S. Потому что не очень хорошо она на меня села. Ну, уже покажу вам, раз я взяла уже в примерочную его. Вот так вот. Так, вариант 2. Платье-пиджак. Тоже опять я взяла M, но можно было пробовать, наверное, S. Но S была бы слишком короткая. А M великовата в груди здесь. Я чувствую, что свободно. Что скажете? Ваше мнение? Не знаю. Наверное, мы посмотрим еще. Третий вариант. Вот такое платье. Я уже открыла примерочную, чтобы немножко видеть. Ну, я в ботинках уже, понимаете. Оно такое, немного бархатное, с небольшими какими-то вкраплениями. Ну, как для меня, немножко, конечно, коротковатое. Иногда я, конечно, ношу такие короткие платья, но с плотными колготками. Последний, четвертый вариант. Тоже бархатное платье. Коротковатое тоже, как по моему вкусу. И что-то не очень хорошо увлекало, потому что мне вот тут вот талии вот здесь вот тянет немножко. Мне кажется, так не должно быть. Поэтому, скорее всего, нет. Плюс длина. Не моя. Все, возвращаю то, что я примерила. Ничего мне не подошло, как вы видели. Так что, выходим из H&M и двигаемся дальше. Вот, посмотрите Луи Джо. Он очень популярный среди итальянок. Итальянские женщины очень часто ходят в этот магазин. Но я там, в принципе, больше такая casual одежда. Поэтому, конечно, я сейчас в него не пойду. Потому что я все-таки ищу вечернюю одежду, вечернее платье. Смотрите, апельсины. В декабре месяце. Рядом с рождественским домиком. Так, мы сейчас пройдем до конца этой улицы. В принципе, осталось 30 метров где-то. Там есть магазин Манго. Я загляну в него буквально чуть-чуть. Я думаю, что там тоже, в принципе, полно платьев с пайетками сейчас, в этот период времени. Но все-таки Надежда умирает последней. Попробую посмотреть, что там. Что тут рюкзачки. Мирик Рисмас. Алькотте. Ну, это тоже casual такой больше стиль. Конечно, тут вечерних платьев очень. Может быть, одно-два. Но я знаю точно, что очень мало. Маленький выбор. Вот Манго. Тоже все блестит и мерцает в витрине. Ну да, так как я и предполагала. Что тут по ценам. Чуть-чуть дороже, чем H&M. Конечно, Манго. Но, в принципе, стиль очень похожий. Вот что тут внутри. Ну вот, смотрите, даже внутри уже видно, что все светлое, все блестит. И на витрине, видите, все платья в пайетках. Вот юпочка серебряная. Только что цены дороже, чем в H&M. Ну, плюс, плюс-минус то же самое. Все, я вышла из Манго. Вы знаете, даже не стала вам ничего снимать. Потому что плюс-минус все было то же самое. И то, что я примерила, попыталась, оно все-таки не подошло. Прогуляемся сейчас под апельсинами. Видите, в ряд в декабре месяце как раз подоспели апельсины. Знаете, мне так это смешно, когда мы жили в Абу-Даби, итальянцы все время жаловались, что им не хватает 4 стаджони. 4 сезона. Ну, какое время 4 сезона? Правда же, это разве зима, когда апельсины спеют? Возвращаюсь к машине. Сейчас поеду в соседнее отделение. Попробую посмотреть, что есть в Заре. Может быть, там что-то мне понравится, что-то подойдет. Ну, разве что вот впереди этот магазин. Примадонна, по-моему, называется. Тоже очередной обувной магазин. И тоже достаточно такой экономный. Но итальянцы, в принципе, у них очень хорошая, качественная обувь. Поэтому я сейчас все-таки к нему подойду. Посмотрим, что там в витрине. Если что-то... Ну, мало ли, знаете. А вдруг что-то интересное увижу. Или вам покажу. На улице 17 градусов. Ребята, так потеплело резко. Было холодно в предыдущие дни. А сейчас, вот как только чуть-чуть прошел дождик. Какая шляпка у женщин. Вот. Было холодно. Как-то опустилось до 4-5 градусов днем. А сейчас 17. Расит такой дождь. Ну, и люди даже куртки поснимали. Я сегодня очень тепло, конечно, оделась. Мне сейчас так жарко. Иду, чувствую, что слишком тепло я оделась. Так. Левис. И за ним этот магазин, который я на секундочку буквально хотела остановиться, вам показать. Ну, такая, конечно, там специфическая немножко обувь. Тоже блестящая, наверное. Потому что к празднику, вот, смотрите. Шпилечки блестящие. Видите, какие полосапожки блестящие. Все в стразах. Все блестит. Примадонна готовится к праздникам. 50% скидок выставили уже. Но скидки начнутся уже аж в первых числах января. Сейчас еще, конечно, 50% это немного. Подождем, когда будет 70, да? Ну, я сказала, что это специфический, конечно, магазин. Все, ребята. Все, ребята. Которые потихоньку или отдаются кому-то. Или просто забытые временем. Выйду еще раз. И, может быть, в следующий раз мне повезет. В принципе, до 17 декабря время еще есть у меня. Так что на сегодня я всем скажу спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Кто составил мне компанию. Пожелаю вам хорошего дня. И чао. Чао. Итальянцы народ колоритный. Смотрите, какой персонаж. Начну потихоньку вам снимать их.